Десять концертов в зимнем, шесть музыкальных вечеров в органном зале, театральные постановки, балет, концерты джазовой и классической музыки, плюс несколько выставок. Девятый зимний фестиваль искусств Юрия Башмета стал одним из самых крупных за свою историю. Возможно, именно поэтому многие в мире культуры назвали его событием года. Плюс впервые в рамках фестиваля была открыта Международная академия Башмета. В проекте участвовали 45 счастливчиков, включая трех сочинцев. С ними занимались ведущие педагоги России и Европы. Юрий Абрамович был олимпийским послом, и именно с его тогда, с фестивалей, началась культурная олимпиада. Затем появились у нас новые фестивали Игоря Бутмана, и Дениса Масуева, и многие-многие другие. И сегодня, спасибо, скажем, легкой руки Юрию Абрамовичу. Эти фестивали все живы, и они стали у нас уже, будем говорить, постоянными, имеют свою публику. Теперь и сам Башмет приезжает в Сочи дважды в год, проводит не только зимний, но и осенний фестиваль искусств. Привозит на курорт звезд классической музыки, балета, театра со всего мира. По-первых, зубы, так сказать. Я готов, потому что я уже, считайте, что во многом сочинец. Сочи не только центр спортивный, а и столица культуры. И мне так кажется, что в течение сезона столько мощных мероприятий, о которых не мечтает, по-моему, ни Москва, ни Петербург. Специальная программа Нино Катамадзе с маэстро, Константин Хабенский с музыкальной постановкой по мотивам «Маленького принца», иранский пианист, один из лучших интерпретаторов Баха Рамин Барами, лауреат конкурса имени Шопена «Ингольф Вундер». Фестиваль, как и всегда, стал синтезом известных коллективов и новых для российской публики имен. Мы очень серьезно готовились к «Маленькому принцу» с Костем Хабенским. В Москве много репетировали. Следующий концерт был не менее значимым. Я волновался, потому что после такого спектакля, необычного, вдруг простой концерт с классической музыкой. Думаю, как это будет по контрасту. Тоже очень рад, что не провалилось. На пресс-конференции по случаю закрытия фестиваля озвучили и планы на 10-й юбилейный. Юрий Башмет пообещал много сюрпризов. В том числе публика услышит экзотическую музыку, например, звучание дудука. Возможно, будет и программа для детей, как это практикуют крупные зарубежные фестивали. Завершился 9-й башметовский марафон искусств большим гала-концертом. Звучал Гуна, Масне, Беллини и Шуман.